Вечер добрый! Слушаете вы свое радио. Сегодня пятница, последний день недели, или, как говорят, крайний день недели. Многие не любят слово «последнее» употреблять почему-то, а за то слово «употреблять» любят все. Думается мне, что вы прекрасно понимаете, что сегодня здесь происходить будет. С 8 до 10 вечера в эту студию приходят живые люди, живые музыканты, с которыми мы живо беседу беседуем, и песни о нем свои поют замечательные. Знакомить вас будем с коллективом. Надеюсь, есть те, кто будет сегодня знакомиться с этим коллективом впервые. А это значит, что у людей открываются новые горизонты. Я всегда рад, когда у людей открываются новые перспективы. Группу назову позже. Есть у нас добрая традиция. Сначала песня, в некотором смысле музыкальная заявка. А дальше уже, естественно, представимся. И, само собой, вы узнаете, как называется этот замечательный коллектив. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! Нафиг работу! Сегодня суббота! Как здорово, что дождь с утра прошел! Ни правил, ни запретов! Мне нравится это! Сегодня будет очень хорошо! Вески и кола, рулят танцболом. И вот уже на «ты» я перешел. Вески и кола, рулят танцболом. И вот уже на «ты» я перешел. Ни правил, ни запретов! 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 Сегодняшней ночью делай все, что захочешь Оставь все заботы на той суббота Что было очень-очень хорошо Най, 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 Ну вот, собственно говоря, начало положено с утра подсолнуха, так называется, коллектив, который здесь сегодня Не очень понимаю, зачем вам балалайка, когда гитарист, в принципе, и так справляется, но это отдельная тема Поговорим об этом, само собой, по ходу эфира Олег Панков, собственно говоря, вокал и бас он же Всем своим привет Ну лучше говорить в этот микрофон, опять в тот Ну хорошо, хорошо, все, нормально, я уже так подстроюсь, подстроюсь под тебя Ко всем музыкантам просьба большая, кроме барабанщика Кроме барабанщика, за эфир, ну хотя бы разочек подойти к микрофону, поздороваться с людьми Вот да, он стоит, видишь, горит лампочка Смотри, сейчас лампочка погаснет? Нельзя Горит, можно Погаснет? Нельзя Ну это я так, на всякий случай Андрей Александров, гитара Я же говорю, подойти к микрофону, сказать здрасте Всем добрый вечер Спасибо вам большое, что пригласили нас Спасибо, что пришли Спасибо, что пришли Дальше Ну у меня немножко странно здесь написано в скобочках Я читаю, как есть Значит, Кришна Ариевич Радогор Так написано у меня в скобочках по паспорту Саксофон коллектива Мне к вам, извините, как, Кришна обращаться? Да Редкий случай, когда даже я слегка смущен и никогда не видел воплощения Кришны Сегодня это случилось Очень рад вас осчастливить Спасибо большое, что зашли Кто вас, извините, так назвал? Родители То есть родители действительно назвали Кришной? Да И вот и в школе с этим именем все было в порядке Да Хотя, да С этим именем где угодно У папы тоже непростое имя получается Ну да, Ариевич То есть он Арий Папа Арий Да Ну, можно и об этом, наверное, тоже будет как-то по ходу поговорить Любопытно очень Дмитрий Ульянов, Балалайка Добрый вечер, друзья Добрый вечер Я с вами Мы все здесь Ну и единственный человек, у которого, как вы, ведущего, есть собственный микрофон Ему никуда не нужно ходить Никогда не надо отрываться от своей кухни Андрей Капустин, барабан и бэк-вокал Всем привет Очень рад Мы как рады Это вот и есть коллектив, который называется «С утра подсолнуха» Музыка, которую они делают Или музыка, которую они играют Она особенная Потому что она заряжает на позитив Причем сразу Особенно, когда в коллективе есть люди с удивительным, я так полагаю, бэкграундом Потому как корабль назовешь, так он, в общем-то, и плывет Это же естественная история Если вы верите в такого рода вещи А я верю То сегодня здесь Мало того, что студия у нас освещена В некотором смысле ярким светом Она стала, эта студия, еще ярче сегодня Потому что у нас появился Кришна Сегодня с саксофоном Кришна с саксофоном – это вообще редкий случай 4647 – это короткий номер для ваших смс Сначала пишите свои, делайте пробел А потом уже все, что хотели бы сказать Мало ли, это могут быть вопросы Могут быть ваши эмоции, впечатления Ну, в общем, все, что угодно Пишите Будем рады, будем вычитывать ваши сообщения Лента, я сейчас говорю о ВКонтакте Там, собственно, в группе своего радио Давно уже выложена фотография Анонс, то бишь И в самом тексте анонса Группа «С утра подсолнуха» Выделена синема Значит, активная ссылка Кликая на которую Вы моментально оказываетесь у них в сообществе Соответственно, становясь участниками этого сообщества Получаете всю нужную для вас информацию От них В первую очередь Это очень полезная штука Будете знать об их концертах Новых песнях, дисках И пишках Да? Как называется еще Всего остального творчества В первую очередь Это важно Чаты В которых также можно по ходу эфира отписываться Один на сайте Сайте своего радио Своерадио.фм Там прямо написано Чат Не заблудитесь Пишите, пожалуйста Там же есть плеер Длинненький такой В нем слева Онлайн-аудио Это чтобы слушать Справа онлайн-видео Чтобы смотреть Вот нажимая на синий кружочек Онлайн-видео Вы попадаете в картинку Которую нам предоставляет Планета.ру Замечательная краудфайдинговая платформа Там картинка И вы видите все Что в студии происходит В данный момент Вы видите стены с проводами Слегка такой вот Рабочий уголок Который в общем Как-то бросается в глаза Сразу же Ну и там же есть чат В котором точно так же Можно отписываться По ходу Сегодняшнего эфира Все что касается Коннекта я рассказал Теперь давайте мы К группе Наконец подберемся поближе Здравствуйте 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 Сколько существует коллектив Уже по календарю Ну мы собрались В 2004 году 11 лет Да Но был большой перерыв То есть как бы мы просто Вот с Митей Собрались на квартире И репетировали Двоем Потом к нам кто-то подсоединялся А потом был большой перерыв И вот активную Вот Концертную деятельность Мы начали где-то Примерно в 2011 году С пустых холмов С фестиваля То есть будем считать Что группа существует Всего 4 года По-настоящему Да вот С 2011 года Да получается так И за это время Надо сказать Вы уже Немалую армию поклонников Себе обрели Потому что название Коллектива С утра подсолнуха Я лично знаю Очень давно Очень давно Уже не первый год Елузит у меня По ушам Это название Уж извините За такой вот Странный Фразеологический оборот Потому что люди Все время Вот эта группа Вот эта группа хорошая Вот с утра подсолнуха С кем из музыкантов Говоришь Всякий раз С утра подсолнуха Я должен вам сказать Что вас и коллеги любят Очень многие музыканты О вас вспоминают Периодически И это ценно И сегодня Те кто будет с вами знакомиться Наверняка Обретут для себя Новую любимую группу Вот люди и так и пишут Уже Очень позитивненько Я знакомлюсь с коллективом Впервые Но так радует С первой же композиции В общем хотелось бы Сейчас закрепить успех Да И сыграть что-то еще А дальше мы уже будем Говорить более подробно Как кстати называлась Первая эта вещь Называлась хорошо Как раз в тему Сегодняшней пятницы Всем хорошей Бодрой пятницы И позитивного настроения А следующая Как будет называться У нас в группе Есть Не только веселые песни Но разноплановые И вот Разной Стилистики Вот И пытаемся охватить Различные направления И вот сейчас Будет в стиле Басанова Она Не такая позитивная Но как бы Философская Как называется В поисках смысла Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня С утра подсолнуха Поехали Я смысл ищу Лабиринтами Улица Дождь По бедам Заметает следы И суть Словно соль Выжимая Сутулясь Из литра Словесной Воды Я буду Искать До последнего Вздоха Найду И наверное Спрячу В плаще Когда О тебе Кто-то Думает Плохо И думай О нем Вообще И день Невезучий И туча За тучей Когда Обнаружится Солнце Та Но Точь На асфальте Играет Вивальди А хочется Хочется Моцарта Какое число Я не помню Но числа Как прочим И дни И года И века В себе Не несут Запредельного Смысла А если Несут То слегка Я мокну И кажется В отпуске Солнца Но странно Немного Теплее В груди Когда Тебе Кто-нибудь В спину Смеется То значит Что ты Впереди И день Невезучий И туча За тучей Когда Обнаружится Солнце Да Но Дождь На асфальте Играет Вивальди А хочется Хочется Моцарта И тень Невезучий Туча За тучей Когда Обнаружится Солнце Да Но дождь На асфальте Играет Вивальди А хочется Хочется Моцарта Аплодис Тихий пятничный вечер Сегодня И прекрасное Я уверен Знакомство С коллективом Многие Многие Уже Из того Что написали Для меня Вывод Определенный Уже сложился Люди Ну Они странные Существа Правда Люди И мы Все Очень странные И Не угадаешь Чем ты можешь Пронять человека И каким образом Ты можешь добиться От него Ну Хотя бы Какой-то Ответной Реакции То есть Что Именно Пробьет В человеке Ту самую Дыру В которую Вольется Вся та Энергетика Которую Вы Несете Своей музыкой Вот Ильгий Самиров Написал Какая красота Вот Все Всего Два слова Какая красота Но сколько За этим Стоит Эмоции Я вас Уверяю Олег А сейчас Он вас Леноном Не путают Это Алексей Степаненко Написал Видимо путают Пытаются Заговаривать По-английски Чаще с Селтоном Джоном Или с Селтоном Джоном Тоже хорошо Очень позитивненько Владимир Бежон Сегодня люди решили Коротко писать Коротко Но емко Какая красота Очень позитивненько А группа откуда Что касается Истории группы Давай продолжим Наверное На того момент На чем мы закончили Четыре года Собственно Коллектив существует В том составе И в том ключе В котором работает сейчас Где коллектив образовался Откуда В основном Все из Москвы Ну то есть Так или иначе Как бы Вот мы с Андреем Приехали в Москву Лет 10 назад Откуда Он из Дедовска Я из Бронец Наша Группа Кураж Оттуда же Гранд Кураж Михаил Бугаев Та-дам Вот Остальные Как бы там Не я Москвич А ты К микрофону Подходи Ну у нас Либо микрофон Ну хорошо Я все услышал Москвичи В общем Сборная немножко Команда получается Но будем считать Что группа Образовавшаяся В Москве Считается московской Да В себе считаем московской Чудесно Тут сразу Такие личные сообщения Пошли Капыч Цветочки любят тебя Спасибо Это сообщение В чате На планете Цветочки в кавычках Кто эти цветы Дети что ли Нет Нет Это далеко не дети Это сборище взрослых мужиков Занимающихся Всякой фигней Болтовней В чате Ватсапе Вот сейчас Такой Мужской клуб Ты понял сейчас То что ты сказал Вообще Мужской клуб Всякой чуши Мужской клуб Цветочки Да Цветочки Очень мило Какая прелесть Мужской клуб В общем от этой группы Можно ожидать Всего чего угодно Я в данном случае Имею ввиду Совершенно невероятных Возможно Поворотов Потому что Коллектив очень необычный По музыкальной составляющей Необычной И по человеческой тоже Я очень люблю изучать людей И очень часто Вглядываясь в человека Для себя пытаюсь Сделать определенный вывод Вот сейчас Меня мои выводы Опять таки не обманывают Вы все настолько разные Настолько далеки по жизни Друг от друга Имея ввиду Психотипы ваши Как и что вас держит вместе Для меня лично Большая загадка То ли Та музыка И то творчество Которым вы занимаетесь И каждый из вас Не может не найти Ничего подобного В другом месте То ли Скажем у Олега Есть какая-то Особая Плетка Я уж не знаю Или может быть Особый ремень Которым он всех То ли привязывает К батарее То ли Постоянно стукает По спине Периодически Объясните пожалуйста Как вас и что вас Держит вместе Братцы Вы разные абсолютно Причем далекие Друг от друга По мировоззрениям Как я полагаю И очень сильно Ну Не знаю Может банально звучит Но как бы Любовь к музыке И К той движухе Которая вокруг Фестивали Все эти летние Вот Какие-то еще Там будут варианты Какие-то еще Может быть Парни Вы не стесняйтесь Конечно К микрофону Пожалуйста Ходите Андрей Да Я хочу сказать Что настоящий коллектив Как раз и состоит Из разных психотипов Потому что они Лучше всего С друг другом Ну Уживаются Это известные факты Социологии Но За себя скажу Что Меня притягивает Коллегу то Что Плетка Его как раз Плетка Не дает Да Не дает мне заставиться Его требовательность Вот То Что он Заставляет меня сделать Я Мне кажется Сам бы сделать не смог Но если иметь в виду социологию Сейчас коснемся психологии Это еще одна Любимая сторона Моей Собственной жизни Могу сказать Что да Люди разные Действительно Очень часто держатся вместе Но есть нюансы О которых я пока не говорю вслух Вы сами о себе это знаете Которые В общем-то Говорят мне о том Что Есть среди вас люди Которые не просто Разные По психотипу И по социологическим Каким-то выкладкам А вплоть до того Ну знаешь как Вот два совершенно противоположных Берег Абсолютно противоположных Но все-таки Вы как-то держитесь вместе Понятно уже Что было сказано Что музыка Любовь к всем этим тусам И ко всем остальным Музыкальным событиям Клево Это хорошо Я как раз рад этому Я считаю Что тот коллектив Который здесь сегодня Сейчас сообщаю об этом Аудитории Это тот редкий случай Когда вы можете получить Сразу От прослушивания Одного альбома Например Или одной музыкальной Их программы Сразу все эмоции Которые только может получить человек От взлета Определенных Радостных чувств Внутри себя До абсолютного Такого погружения В самого себя Изучения себя изнутри Это С утра подсолнуха Это не случайность Впервые услышал о группе Совсем недавно Слушая на своем радио Презентацию Трибюта Кошки Сашки Теперь похоже Плотно на них Подсела И да Кавер получился Просто супер Ну Мы делали презентацию Этого трибюта И там как раз Была представлена Одна из вещей Сделанная вами Кошкиных И действительно Это получилось Очень необычно И неожиданно Потому что мы знаем Кошку с одной стороны А вы как-то так Нашли какие-то Другие подходы Абсолютно иные Как вы в этот проект Пришли? Почему? Это Случилось Году так В 2002 Когда Мы все собирались На какие-то природники Тусы И Я услышал как раз Песню автостопная И с тех пор Она стала Ну каким-то таким Я не знаю Как не гимном А Каким-то Таким лейтмотивом Что ли Моей компании В которой я Вращался Вот И потом Я увидел просто На просторах интернета Что Делается Релиз такой Вот И Я написал Спросил Занят Занятали Это письма Она сказала Вот как раз и нет Я так Я вернее написал Конечно же Это уже Песня наверняка Кем-то забита Вот Ну Вот И Времени было мало И мы Как раз сидели в студии И буквально Ну то есть у нас Оставалось там Писали альбом Вот который сейчас Мы выпустили Вот И у нас Оставалось немножечко Времени совсем Вот мы с Андреем Сидели вдвоем там И Быстро прописали На Барабаны Которые Такой секрет Небольшой Барабаны Которые прописали Для другой песни Потому что не было возможности Уже в час бы мы не уложились Но с настройкой И с Прочими там штуками Вот и Андрея К тому же не было в студии То есть вы песню подстроили Под барабаны По сути дела Под те барабаны Которые уже написали Ранее к другой песне И быстро прописали Бас Гитару Попросили Кришну По телефону Прислать нам что-то Он прислал Но по-моему Это было на телефон На сотовый Как же это звучит Попросили Кришну По телефону Ребята у меня сегодня Слом шаблонов Абсолютный Конечно Спасибо родителям Это гениально просто Когда еще можно было А я сегодня тоже буду Лично просить Кришну Что-нибудь сыграть Например на саксофоне Но чуть позже Так И чего? Вот Ну он прислал Но он действительно Это сделал похоже По телефону Запись не подошла Вот забарковал Звуковый инженер Как бы эту запись И рядом проходил Знакомый флейтист И мы его как бы Затащили в студию Включили запись В оставшиеся там 15 минут эти Да Он наиграл Ну он наиграл там Вариантов 5 Сказал Выберите И ушел Вот Ну мы нарезали Аккуратненько И Нас им плавали И послали Да И послали Сашке Это все Вот Ну С каким-то С дрожью И с Мандражкой Потому что Ну не ожидали Что она хорошо Отреагирует Потому что Это какой-то стиль Получился Непонятный Такой для нас Тоже Несвойственный Да Ну вроде Так она Она обрадовалась Я тебе скажу Ее очень понравилось Ей огромный привет Здоровье Она слышит эфир Я убежден в этом Убежден что Она только что Ее супруг отсюда ушел Саня Да Только что убежал отсюда Он тут забегал Альбом принес У нас вообще здесь кухня К нам музыканты Заходят просто чаю попить Я считаю что именно так Ну вот Сибельфельд забежал тоже Так мимо пробегал Это нормально Для своего радио Это совершенно естественное 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 условие существования Мы живем той жизнью Которой должны жить Нормальные творческие люди Прежде чем зашел сюда Сибельфельд Я обнаружил его сообщение Которое я сейчас прочитаю Отвечать вы будете позже После того как споем Следующую песню Некто Евгений Сибельфельд Пишет следующее Парни Порвите эфир Пишет он А с завтрашнего дня Надеюсь начнете готовиться К Деню Битлз И это неудивительно Пара вопросов Пишет некто Евгений Сибельфельд Первый Расскажите душесчипательную историю Про запись песни Для трибюта Кошки Сашки Мы это уже сделали Вычеркиваем Вычеркиваем Второй Олег Поведай всему миру Про свою казачью карьеру Запомни этот вопрос Запомни Просто потому что На этот вопрос будем отвечать Уже позже После песни Ладно? Да Давайте Чтобы Наш замечательный Балалайшник Не просиживал Чуть-чуть Изменим программку И сыграем Песню Которая называется Зима Давайте Очень хотелось бы Наконец услышать Вообще Когда народ увидел В кадре балалайку С саксофоном В одной команде У людей тоже Как и у меня По поводу имени Кришна Случился Некий слом шаблонов Надо услышать Как это все вместе Может звучать Как всегда Я убежден Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня С утра подсолнуха Погнали Беспробудная Моя молодость Закатычные Кореша Ночи длинные С девкой Ягодой За душою Не крошай Замек Ламит Зарвало С петель Не любила Ты Да не гнала Пьяная Зима С ума Меня свела Ага Разменяла Развела На четыре На четыре стороны Летите Воры Бураны На четыре стороны Закатычные Закатычные Не любила Не любила Ты Не гнала Не гнала Пьяная Зима С ума Меня свела Ага Разменяла Развела На четыре Стороны Летите Воры Бураны На четыре Стороны Опа Эй Пьяная Зима С ума Меня свела Ага Разменяла Развела На четыре Сороны Летите Воры Бураны На четыре Стороны Спасибо, друзья Как же удивительно Это все сочетается Это как сладкий чай С соленой селедкой Кажется, что нереально Или как соленые огурцы С медом Кажется, что невозможно А вместе такое вкусное сочетание Балалайка с саксофоном Это блестяще, братцы Это очень неожиданно И очень прошибает Очень задорно Вот Не смс-ка Нет Это сообщение В чате В чате на планете Сейчас будем выяснять Кому адресовано Это сообщение Я так полагаю Что не Кришне Точно Сейчас будем выяснять Папа Смотрим тебя перед сном Подпись Василисушка Это ко мне Твои стали Ну иди к микрофону Передай тогда дочке Привет Раз уж смотрит Значит, тебя видеть будет И слышать Наверняка будет приятно Да Да, передаю привет Моей жене Марии И дочке Василисе И желаю, чтобы она Поскорее заснула Чего это так Пусть дослушает Папа-то Нет Часто ли ей доводится Слушать папиное выступление Каждый день Мой самый лучший слушатель И самый лучший вокалист Олег вот на втором месте Тогда можно Сколько лет Не уходи так скоро От меня Сколько лет Василисе Ей семь с половиной месяцев Месяцев? Да Я думал лет Обалдеть Дальше Какие планы у тебя на дочку? Музыкой будет заниматься? Ну, не обязательно Чем захочет Тема будет заниматься Захочет, будет кашу есть Захочет Андрей исполнил летний день Кашу она будет есть Хочет, не хочет Следующий зуб вырастет А музыкой все равно будет заниматься Редкий случай Обычно, когда музыканта спрашиваешь Хочет ли, чтобы его дети занимались Ну, первая реакция Нет ни в коем случае А ты задумался Да Еще один слом шаблонов Абсолютно Не ожидал, что так повернется Ну, тогда Василисов Как супруг зовут? Мария Мария, Маша Да Маша, привет огромный И Василисович тоже От всех нас Спасибо, что слушаете И смотрите Круто Почему-то Венедыркина Вспомнил Пишет кто-то Здесь же, также в чате Уж не знаю, почему Олеженька, вы самые лучшие По скрипту Маленка из брати Сейчас вам все родственники И друзья Вам должны будут отписаться Аленка из Братеева Это к кому? Нету родственников Братеева Но, тем не менее Олеженьке она пишет Эх, Олег Олеженька-то у вас один Я так понимаю Нет, она пишет Олеженька с большой буквы Вы самые лучшие Это она всем пишет Это она всем пишет Аленка из Братеева А, да-да-да-да Конечно Аленка, привет тебе Ну вот Вот видишь как Ну что же говорят У девушек память девичья И ты вот забыл О хорошем друге Судя по всему Из Братеева Дальше тут есть Очень важное сообщение Не могу Мимо него проскочить Это было бы Несправедливо С моей стороны На самом деле Правильно эту песню Так и надо делать Есть вещи Которые требуют Вдумчивого подхода А есть те Которые дышат Только когда Их делаешь на коленке Кошка Сашка Это она Благодарит вас За ту песню Которую вы сделали В ее трибюте Ей спасибо За песню прекрасную Слушать будет Сегодня эфир обязательно Вот она тут рядышком Это просто праздник какой-то Балалайка Просто кайфовая Это комплимент Реакции никакой Вообще никакой реакции Так у него микрофон далеко Ну что далеко Пол шашка сделал И все Ну хотя бы на лице Что-нибудь мелькнул Ну ты тебе часто говоришь Что у тебя балайка роскошная Балайка да Ну речь о том Как ты Речь о том Как ты на ней играешь О боже Как же красиво Это вспомнилось деревня В деревне праздник Накрыт стол На улице вся деревня Гуляет Празднует чью-то свадьбу И танцует все Или танцует все Видимо так Эта красотичка какая Появила добрым фолком Я в восторге Пишет Андрей Архипов Ну и так далее Много очень уже пошло сообщений На предмет того Как это все красиво Как все необычно Кому в голову Пришлось крестить Балалайку саксофоном Вот все вопросы к саксонисту Скорее отсутствие других музыкантов А победность Эксперименты На самом деле Вот мы за два года Вот первый раз увиделись С Митей То есть мы Как бы вместе создавали группу Вот Собирались Но потом он Перманентно у нас участвует Вот Помогает нам У него сейчас свой состав Прекрасная инструментальная музыка Оркестра А ты про Митю Про Балалайку Да Дмитрий Ульянов Да Вот И То есть мы как бы без репетиции Обычно Можно я пару слов скажу Да нужно же Нужно Вообще все начиналось В акустическом варианте Это Балайка Гитара Вот так все песни Так начинались Я как бы Я честно говоря думал Что он в первой песне Балалайка Зазвучало Я даже стал вглядываться Нет Сидит Митя Не играет ни на чем Потом только увидел пальцы Андрея Который извлекал звук Из гитары Абсолютно балалайчный Когда Митя Отпадает Андрею приходится Выкручиваться У нас вообще Перетрубации случились Раньше Вот на этой гитаре Играл я Но так как у нас Постоянная смена Басистов Они не хотели Просто как-то Присутствовать На концертах Пришлось мне взять Вот два года Уже осваиваю инструмент Бас Бас Да Ну и хорошо Ты ведь из коллектива Никуда не денешься Значит бас и вокал В коллективе точно есть И домру На томов расчет Домру тоже Да Мы должны все-таки Ответить на вопрос Который был задан Перед этой песней Поведая всему миру Про свою казачью карьеру Что это значит А это вот как раз К вопросу о домре Это После нового года Поступило предложение От некого Романа Ломова Вам Семен Привет от него Кстати Спасибо Это Иван Купала Я понял Понял о комничестве Вот Он собрал свой коллектив Казачий И вот Призвал меня Играть на домре Правда он Сначала не пояснил На чем То есть он сказал Будешь на басу играть Я пришел С басом У меня тут такие были еще Всякие нирваны наклеены Вот Он говорит Нет это не годится И дал мне вот такую Штуку На которую как бы Я ни разу в принципе Не знал Существование этого инструмента Басовая домра Басовая домра Ну я далек от народных От этих дел Вот И Я вообще далек от музыки Немножко Да Вот И Так Сказал Будешь на ней играть Ну вот Пришлось осваивать ее И Баритон Я там Вот мы сейчас Ездим Гастролируем Вполне То есть Панков Это сложно Сидь для рук Как я вижу Олег А почему стиль Сменили немного Потому что домра появилась В другом коллективе Судя по всему Ну мы не меняли его Он изначально Мы придерживались Такой Может имеется А шапка Я просто сегодня Мылся И начал бриться И вот случайно Как бы Чуть-чуть Задел Ты начал с лица И закончил затылком Я так понимаю Поэтому шапка Что холодно что ли Нет Или просто непривычно Так вышло да Не хотел просто смущать Тех кто знает А то есть Еще никто тебя лысым Ты не видел Надеюсь что и не увидит А давай мы это сделаем Как вот Давай сломать шаблон Так ломать Давай сегодня в программе Ты живой И ты снимешь шапку И покажешь всему миру Да предлагаю это сделать Как раз после перерыва Как раз мы уйдем Я тогда буду понимать Что у ваших поклонников Точно сегодня И мыкаться будет потом Потому что ты же говоришь Никто тебя таким еще не видел Более того ты сегодня это сделал А для нас это будет Еще одним пунктиком Мы еще один шаблон Сегодня сломаем Как будет называться Следующая песня Давайте если начали уже Вот с Митей Деревенскую тему затронули Тогда и продолжим Вот песня называется Дорога Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня с утра Подсолнуха Погнали Дорога Завела дорога В дальние края Дорога басоногая Дорога без креста Видели нас братьями А нынче разошлись пути Без кайфовая Без кайфовая Тишину носила Рок-н-роллами Резал плотя струны в кровь Пил, не каялся Да сердца безбрежные Сеял радостью Отarchе Отхватить Р philosophers От hugs Отмешать Крым Наталья Р见 Матregist 그럼 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Делитесь, пожалуйста, всем, что есть Сергей Пантюшин вот что написал В группе ВКонтакте во всех аудиозаписях Прописаны тексты с аккордами Вопрос Кто из вас такой педант? И судя по нумерации, одной-то песни все же не хватает Какую не догрузили, признавайтесь Это такой конкурс, сами угадайте Да, давайте Устроим конкурс Кто первый угадает, тому диск Случайно получилось, что одну не догрузили Или сознательно? Мы не слушали, мы не знаем Честно говоря, да, это вот к Андрею Взял все и перекинул Есть на кого свалить А, я понял, о чем речь Дело в том, что песню, которую мы играли ранее В поисках смысла Аккорды писал я, подписывал А в поисках смысла сочинил Андрей Но там такие у него закорючки Я, честно говоря, не знаю название этих аккордов Поэтому он выложил какие-то ноты отдельно И Сейчас только что конкурс-то обломался А песни-то как будто бы там и нету получается А что касается альбомов Сколько у вас их? Два Два альбома Как называются? Совершенно случайно получилось, что все связанные с Москвой тематикой Один называется первый «Еду к морю» А второй «Еду с моря» А второй «Море позитива» Что, в принципе, близко Это два альбома, по сути, записанные за эти четыре года существования, как я понимаю Да, но вот Песни с первого альбома мы начали писать как раз вот с Митей В 2005 году, да Вот мы как раз не давали никаких концертов, а просто засели и писали Потом это все записалось, их гораздо больше было Но со временем показался звук неудовлетворительным И мы переделали и взяли те песни, которые нам нравились просто И смешали их с более такими То есть, получается, два альбома Два альбома, да А может быть, какие-то перспективы на ближайшее время, еще что-либо И пишку Да, да Есть желание записать в студии живой альбом То есть, сесть и включить клик и часов за восемь записать целиком альбом Много Альбом играет меньше Восемь, конечно, это много Но дублей будет немало А что за студия, в которой вы собираетесь их писать? Ну, над этим мы не думали Но у нас есть вот человек на Павелецкой Вот где, кстати, была прекрасная квартира у Жени Сабельфельда Да, сгорела, помню Шутка? Чего напряглись? Так Вот, и там студия у Яниса Сурвила Он пишет для многих музыкантов И в том числе, которые были на своем ради Он не только У него две комнаты Которые отделены То есть, в одной комнате пишутся барабаны с басом А в другой уже все остальные инструменты Вот И довольно интересно Не, я к тому говорю, что мы-то пишем лайвы Пожалуйста Вилости прочим Студия для вас готова Я можно? Ура! У вас нет возможности переиграть Я вот Олегу все время пытаюсь дождаться, когда он начнет играть и записываться на раз Так вот именно на раз мы это и делаем Я потом после эфира покажу, как звучат лайвы, которые мы пишем здесь Вы их в эфире не отличите от студийной записи Клянусь, вы не отличите Поздравляю тебя Зачем далеко ходить? Может быть сейчас мы отнимаем хлеб у кого-то, он сказал? Вы собираетесь это писать? Я не ссорвила Может быть, да? Я не знаю Я не хотел переходить дорогу человеку Просто на вашем примере Хотел бы сказать всем остальным музыкантам Ребята, мы же заявили об этом уже давно В этой студии можно делать абсолютно нормальный, профессиональный, грамотный лайвовый альбом Милости просим Что называется А музыканты ищут какие-то иные места Зачем? А для чего тогда мы эту станцию создавали? Что вас поддерживает? Что думать-то? Надо все пробовать Хватит на одной студии сидеть Правильно сказал Правильно, да Все надо обязательно Скажите, когда приехать Договоримся Договоримся Этот вопрос мы решим Давайте петь дальше Что это будет? Дезертиров Хорошо, так начали Как всегда, живой звук в программе Живые здесь сегодня с утра подсомных Поехали На всех протах без перемен И день за днем горит огнем Послать бы все истаться в плен Лежать, курить под потолком Я дезертир, я дезертир Пойдем со мной Ком-ком супер Я дезертир, я дезертир Оцени только совесть Твой командир Я дезертир И вот который день льет дождь Вселяя в нас свой деко-танцы Ничего уже не ждешь И хочется поставить джаз Я дезертир, я дезертир Пойдем со мной Ком-ком супер Я дезертир, я дезертир А ты не только совесть Мой командир Я дезертир, я дезертир Пойдем со мной Ком-ком супер Я дезертир, я дезертир А ты не только совесть Мой командир Я дезертир, я дезертир Пойдем со мной Ком-ком супер Я дезертир, я дезертир А ты не только совесть Мой командир Я дезертир, я дезертир Я дезертир, я дезертир А я в надежде просматриваю сейчас сообщение, все жду, когда родственники и родственницы остальных участников коллектива отпишутся тоже, расскажут какие-нибудь добрые, может быть, слова скажут о себе или о детях. А что касается жизни вне музыки, неужели музыка дает возможность жить или все-таки приходится где-то работать? Ну, приходится, конечно. Ну, чем ты вот занимаешься, Олег? Я занимаюсь рекламой, работаю в строительной компании, делаю наружную рекламу, вывески какие-то. То есть руками делаешь? Что значит делаю? Создаю на компьютере, я дизайнер. Вот, ты дизайнер наружной рекламы, которую размещают на зданиях. Да, на фасадах зданий. Ну, не все, но что-то мы можем видеть в Москве, что-нибудь конкретное, скажи, что-то у нас можно. Реклама? Конечно, а у нас можно. Группа компании Пик. Это твой куб... Да. Это купи квартиру, получи в подарок бейсболку, это твоя, что ли, история? Я хотел увидеть человека, который это придумал. Неужели это? Не-не-не, это отдельный отдел, креативщики, а я уже там рисую, дорисовываю как-то. Понятно. Ну, просто я мечтал лично увидеть человека, который придумал эту шнягу. Купи квартиру, получи бейсболку в подарок. Ну, купи бейсболку, получи квартиру в подарок, и это я понимал бы тогда. Так, а еще что? Ваш баннер, который потеряли с успехом на шокофисте. Как это ты делал? Да, да, да. Спасибо тебе большое, дорогой. Это Женьке. Спасибо. Ну, бывает, Женька потерял, Женька привез. Он сейчас у нас любовно лежит на складе, прикрытый несколькими тоннами металлолома, чтобы никто другой его не спер. Так прикрыли, мы спрятали на всякий случай. Очень хороший баннер. Качественно очень. Спасибо тебе большое. Вот какие вещи раскрываются-то неожиданные по ходу дела. Понятно. Кто еще чем занимается? Ну, давайте, признавайтесь, потому что это важно. Иногда для молодых музыкантов бывает просто архиважно. Очень многие талантливые молодые ребята перекращают заниматься музыкой, потому что, дескать, ну, как-то музыкой не заработаешь. Приходится работать, как-то вкладывать себя в другое место, кучу времени на это тратить, ну и так далее. Люди постарше, повзрослее, подними к себе микрофон, пожалуйста, иначе тебе будет неудобно. Так, чем ты зарабатываешь на жизнь? Я работаю в компании, которая открывает магазины, делает. В смысле открывает, делает? Объясни, я не очень понимаю. Создает магазины, продает в них оборудование и занимается их расстановкой, инженерными работами. Я, короче, руководитель проектного отдела. Руковожу инженерами, которые рассчитывают магазины. Рассчитывают. Ну, в смысле, как это будет выглядеть, где какой отдел поставить? Как это будет выглядеть, и сколько для этого нужно холодильников, и какая в них затрачивается энергия. Какой из магазинов ты делал? Ну, чтобы мы понимали. Можно, можно. Ну, есть много сетей магазинов, с которыми мы работаем. Это и Атак, и Перекресток. Я так и думал почему-то. Да-да-да, их открывается все больше и больше. Это все вы делаете? Меня самого удивляет. Мне кажется, что некоторые города уже целиком состоят из магазинов. Это да. Ну, а что делать? Магазины, как сказано было еще Лужковым, по-моему, должно быть магазинов саговой доступности много. Именно поэтому их становится все больше и больше. Это сложные торговые точки. А магазины большие, о которых ты сказал сейчас? А так нет. Ну, а так это маленькие. А Шан большой? Большие, маленькие. Работаем с разными магазинами. Но лично я работаю с людьми. То есть тебя все это раздражает, я понял уже. Нет. Их становится все больше, тебе так уже надоело так уже. Я работаю с людьми, которые помогают открываться магазинам. Для меня, я все равно нахожу романтику в своей работе. Я уверен, творческий человек в любом случае найдет романтику в своей идее. Вот смотри, как есть дизайнер, который размещает рекламу на зданиях. Есть человек, который занимается строительством магазинов. Дальше. Ну, мне, я не могу пройти мимо человека с именем Кришна. Чем зарабатывает на жизнь... Молчи. Почему это молчи? Я системный администратор. СИС-админ. Так это называется. Но тут, наверное, спрашивать больше нечего. По-моему, все понятно. Любому человеку, когда скажешь... Следующий. СИС-админ. Не-не-не, спасибо большое. СИС-админ мы хотя бы как-то понимаем, что это. Что такое строить магазины, для меня лично была загадка. Ну, что, Митя? Вы знаете, я уже лет 10 назад понял, что у меня нет таланта совмещать несколько профессий. И я решил заняться музыкой. И я только музыкой выживаю. Я тебя поздравляю. Не знаю, как. Правда, получается. Неужели это дает нормальные средства к существованию? Да, ну, по-разному. Ну, Бог помогает. Я бы так сказал. Спасибо. В любом случае, понятно, что Митя занимается только музыкой. Ну, что, давай рассказывай, ты у нас остался. Что, говори, я уже как-то рассказывал. Так он был уже. Неважно, надо, чтобы все подытожить-то все. Не хочу подробно задавать. Ну, короче говоря, как это, малый бизнес, как это называется? Карниз. Малый бизнес такой в строительном направлении, что ли. Ну, карнизами ты занимаешься. Ну, да, да. Не все помню. Устану, конечно. Я уже когда говорю, карниз, мне самого уже коробит просто. А говори как-то иначе. А Балдарик, я просто два дня назад палец срезал. Нет, это я шоколадную фабрику строил, кстати. Все пострадали на шоколадной фабрике. Андрей тоже, кстати, вот без сих пор ноготь отращивает. Меня болгарка наказала немножко. Аккуратнее тебе-то особо нельзя. Пальцами как держать палки-то иначе? Культяпками играть будет, извините, циничная шутка была. Смотри, что получается. Коллектив, в котором один-единственный человек исключительно музыкой занимается, потому что уже все надоело. Остальные пока терпят. Остальные пока еще работают. Пока терпят и совмещают. Ну, придет время, когда плюнет и скажет, ну, нафиг, надо заниматься только музыкой, и этим, собственно, зарабатывать. Давайте петь. Давайте петь. Что это будет? Давайте сыграем песню, которую мы сочинили, когда путешествовали по Крыму на автомобилях. «Еду к морю» называется как раз. Как альбом. Собственно, газограммная песня альбома, о которой мы сегодня уже упоминали. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня с утра подсолнуха. Поехали. Снется ночами синее море, Теплый прибрежный песок, Белые чайки, далекие горы, Утренний ветер в лицо. Я уезжаю, и хватит об этом, Каждому выпадет срок. Каждый отыщет в книгах ответы между строк. Я еду к морю, В гости к лету, В гости к лету. Я уезжаю, Не провожай, Не провожай. Жизнь, словно поезд, Проносится мимо, Пока мы на обочине ждем. Хочется к морю необъяснимо, По пляжу пройтись босиком. Солнечный берег, Небо в ладонях, Ночи в цветном гамаке, В мыслях о лете, Стою на перроне на лете. Я еду к морю, В гости к лету, В гости к лету. Я уезжаю, Не провожай, Не провожай. А я уезжаю, И хватит об этом, Каждому выпадет срок. Каждый отыщет в книгах ответы Между строк. Я еду к морю, В гости к лету, В гости к лету. Я уезжаю, Не провожай, Не провожай. А кто пишет тексты? Сейчас скажут все. Он не дал мне шансы. Нет, Все-таки Кришна, Человек, Кришна не может соврать. Он показывает на Олега. То есть, Ты все тексты сочиняешь? Да, Кроме вот Двух за программу, Которые прозвучали. А чьи эти две? Ну, Одна песня Новосибирского поэта, Евгения Бочкарева, Который писал Тексты для Сергея Несколько вот Это, я думаю, Знакомая учфамилия, Так? Да. И Вторая, Она еще не прозвучала, Там интересная история такая. Мы ее постоянно исполняли На концертах, Но думали, Что это Вени Дыркина, Александра Литвинова. Это как бы не афишировалось, Нигде, То есть, Это не было написано. Потом, Когда обратились, Захотели ее издать на альбоме, Это единственная, Не наша песня, Мы обратились к Петру Глухову, Который Всем этим делом Вот, Заведует. И спросили разрешение, Оказалось, Что он отослал От нас К автору, Автор оказался, Живет в Донецке, Сергей Боряк, То есть, Это одногруппник Александра Литвинова, Он сочинил эту песню, Вот, И мы ему Переслали, Он сказал, Что давно слышал, Эту версию ему понравилось, Одобрил. То есть, Одобрил. Да, И сказал, Что с удовольствием Услышит ее на альбоме, И даже При возможности, Когда такая Будет возможность, Приедет и исполнит ее с нами, Трехмет стариной. Круто. Ну, Что касается текстов, Понятно, А музыка че? Смотрю на Кришну. Где этот жест? Аранжировки общие, Музыка, Вот, Изначально, Вот эти четыре аккорда Приношу я, А дальше, Что делает из них, Там, Андрей и Кришна, Это, Я потом не узнаю, То, Что получается. То есть, Я приношу обычно на гитаре Блатные какие-то там Четыре аккорды. Ну, Покажи, Какие, Ну, Это же бас. Ну, Хорошо. Ну, На гитаре, А потом он что-то Это обыгрывает, И это приобретает Какую-то, Какие-то некие Новые очертания. Слушай, Теперь я понимаю, Как надо сочинять музыку. Нужно просто Обставить себя Классными музыкантами, Прийти и наиграть им на басу Что-нибудь типа Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. А потом, ёл-я-бум-бум-бум, всё. И вот вам прекрасное произведение. Я шучу, братцы. У нас времечко просто подошло к этого часа, к концу, и нам надо с вами прерваться ненадолго. Так быстро летит время, иногда даже замечать не успеваешь. Но всем тем, кто, может быть, не в курсе, сообщаю, что после паузы мы снова вернёмся в студию и продолжим сегодняшний эфир с коллективом «С утра подсолнуха». Так что далеко, пожалуйста, не разбегайте. Ну что, двинемся дальше. Напомню, в программе «Живые» сегодня с утра подсолнуха. Пауза была долгой, поэтому надо бы, наверное, как-то воспомнить. Недостаток. Нужно что-то ещё спеть. Что за песня будет далее? Песня называется «Марта». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Погнали! С кем ты была этой ночью «Марта»? Кто тот мужчина, что принял твой яд? След поцелуй размыло в объятиях у дождя. Тёртые джинсы небесного цвета, а в голове вечное лето. Слышишь музыку трапы трамваев, Ветер в твоих волосах играет странный мотив. И норовить залезть под платье, Но я не ревнив. Дети улиц, цветы на асфальте, Пьяное лето в сыцевом платье. Дети улиц, цветы на асфальте, Пьяное лето в сыцевом платье. С кем ты была этой ночью, Марта? С кем ты была этой ночью? С кем ты была этой ночью, Марта? С кем ты была этой ночью? Очень разноплановая музыка и музыка, как бы сказать, разножанровая, что ли. Я с удовольствием, между прочим, отношусь и с радостью говорю комплименты тем коллективам, которые не стопорятся, не циклятся на чем-то одном. Играют музыку, которую определить одним общим жанром практически невозможно. Кстати, как вы относитесь, я имею в виду, весь коллектив к жанровости? К тому, что музыку делят на жанры, причем на узкие, и делают это сознательно, определяя таким образом формат, не формат. В этом слове часть важная мат, все остальное не имеет значения. Вот вы как к этому всему относитесь? Ну, мы лично как раз и стараемся отойти от каких-то шаблонов, стилистик и впихнуть на альбом как можно больше разноплановой музыки разных стилей. Пусть даже мы как бы не являемся какими-то там адептами этого, например, СКА, но нам интересно просто экспериментировать, потому что, ну, это приходит естественно. Мы услышали какую-то композицию и потом она как-то всплыла на репетициях и переросла в новую песню. Кстати, Олег снова сменил стиль, причем одним движением руки, просто сняв шапочку, теперь все те, кто спрашивал, что, собственно, произошло, могут видеть в картинке то, что он прикрывал шапочкой. Съел что-то неудачное сегодня. А ты впервые побрился вот так наголо? Нет, нет, был уже такой эксперимент. Ну, это обычно чем-то связано, не знаю. Люди в армию ходят, стригутся наголо, например. Или там какие-то события в жизни произошли, человек взял, побрился наголо. Обычно я это привязываю к Новому году, вот, когда уже на утро безумно тяжело от груза. Ответственности. Да, и хочется что-то сменить, и раз, с таким движением, и сразу прям что-то, как будто начисто себя начинаешь писать весь год. Ты уже третий раз показываешь, каким движением ты это все снимал с своей головы. Я хочу понять, что у тебя за аппарат такой, которым одним движением все это делает. Ну, ты не переборщи, потому что на самом деле все-таки это процесс. Процесс. Можно со скальпом. С утра подсолнуха здесь сегодня. Коллектив, которому мы безмерно рады, потому что очень разноплановые, теплые и, по-хорошему, светлые люди. И самое главное, что сегодня у вас появляется новая аудитория, чему мы также безумно рады. Вот тут Ильгиз Амиров стихи написал. Харе Кришна, Харе Рама, ты за что любишь Ивана? Ой, я за то люблю Ивана. Харе Кришна, Харе Рама. Вот, пожалуйста. Спасибо, Ильгиз. Народное творчество. Я думаю, что это строчка из песни может быть вполне себе. Кстати, да, буквально сейчас совместное такое творчество. Родилась песня, возможно, новая. Почему нет? Что касаемо концертов. Где, когда, где вы играете, когда вы играете, когда можно вас увидеть живьем? Ну вот, концерт, который будет ближайший, его уже Женя Сабельфельд отрекламировал. Это фестиваль, посвященный Всемирному Дню Битлз. 16-го, по-моему, да. Естественно, в нашей любимой шоколадной фабрике. 16-е января. Да, 16-е января, вот, резидентами, которыми мы являемся и очень любим всех людей. Да, замечательное место, замечательные люди, замечательный Сабельфельд. Там буквально вчера Фахар отыграл, причем, как Женя сказал, не без доли гордости, собрав полный аншлаг. Причем битком, 270 человек, а зал рассчитан на 200. Я так понимаю, 70 человек утрамбовывали просто пластами клави. Но Фахардинов, я имею в виду, когда он здесь играл в живых, накануне этого концерта, он только в паузе, мы говорили, он переживал, соберу, не соберу. Я почему-то тогда ничего не стал говорить, понимая, что он, мне кажется, лукавит немножко. Но даже мы не ожидали, что лукавит он так. Потому что аншлаг был абсолютный. Мы очень благодарны аудитории своего радио, убеждены, что в том зале, на этом концерте, очень много было людей, которые слушают радиостанцию, и которые, возможно, зацепились из-за его песни здесь, прямо в этом эфире. Это было бы совершенно для нас причиной для гордости. Надеюсь, нам есть чем гордиться. А Фахард, он замечательный. Его песня «Девочка в очках», «В очка, в очках», «В очка, в очках». Потом, наверное, недели две здесь, в этой студии, летала из угла в угол. Кто-нибудь, забываясь, вдруг начинал напевать «Девочка в очках». Господи, прости, сколько аж можно цеплючая, зараза, песня. Его нельзя по этой только песне определять как творческую личность, потому что песня шутейная, а любят ее почему-то больше, чем все остальные его творческие находки. Удивительное дело. Ну, как обычно и бывает. Вернемся к группе. Итак, что касаемо творчества, все понятно. Здесь есть определенный лидер в коллективе. Ну, так бывает, когда есть лидер, который сочиняет тексты, и некие рыбы музыкальные, уже отдавая их своим музыкантам на растерзание, превращая это все в песни. Что касаемо общей занятости и, скажем так, деятельности коллектива, тоже понятно. А вот что касается мыслей о будущих перспективах, вот это всегда интересно. Потому как музыкант – такое создание, вообще творческий человек – это такое существо удивительное, в котором борется как прагматизм, так и абсолютное творческое безумие периодически. Одно с другим все время пересекается. Жизнь прагматична, она требует каких-то определенных точных ответов на поставленные вопросы. Что есть завтра, за что купить одежду детям, условно сейчас говорю, да? А в это же время в голове работает другой механизм, который сочиняет тексты про вечное, про чистое, про нежное, про любовь, возможно, про море. Потом ты вдруг опомнишь... Так, стоп-стоп-стоп, подри, секундочку-секундочку, мне завтра за квартиру надо заплатить. Так, понимаешь, о чем я, да? Так вот, все же, мне очень, мне дико интересно. Особенно в вашем случае, потому что коллектив необычный, во всех смыслах необычный, по музыке и по струю внутреннему своему. Какие перспективные планы ты строишь? Или если ты их не строишь, в принципе, то ты живешь одним днем. Вот как? Как дальше будет? Ну, наверное, у каждого есть свой ответ. А вот что касается меня, так как у меня есть какой-то дополнительный заработок и какие-то проекты музыкальные, где тоже я себя могу реализовать, этот проект мне приносит просто удовольствие. И вот это ожидание всех фестивалей, летних тусовок каких-то, и уже приносит такие кайфы, что, в принципе, можно забыть про какую-то финансовую составляющую. Но единственное, хочется, чтобы расти вместе с группой и делать это как можно качественнее и зрителю в том виде это все, которому хочется, чтобы... Вот что касается расти. Расти, да. Вот что касается расти, тоже важный момент. У нас в живых, кстати говоря, в паузе мы с Кришной беседовали, он спросил меня, какой формат у радиостанции или у программы, я так и не понял. У радиостанции нет понятия формата, я понятие формат отменил давно, потому что полагаю, что это глупость абсолютная, чаще всего форматом этим словом пользуются программные директоры радиостанции, для того, чтобы отказать. По-другому никак не скажешь. У нас не звучит в эфире попса, ну, абсолютная такая голимая попса, и блатной шансон, все остальное это музыка чаще всего. Неважно, тяжелая она, полегче, главное, чтобы это было талантливо. А в программе «Живые» есть определенная установка. У нас может быть, ну, скажем, в понедельник что-нибудь совершенно трэшовое, ну, такой вот хороший-хороший, какой-нибудь хардешник такой может быть. Во вторник может быть очень нежное, спокойное, мелодичное. В среду может быть, ну, я сейчас так, на скидку, да, какой-нибудь гранж, причем абсолютно непонятный, иной раз широкой публике, ну, и так далее. Очень разные. Но очень важный момент, я сейчас хочу подчеркнуть. Когда ты к вышарости? Бывают к нам приходят коллективы, их немного, к сожалению, таких молодых ярких коллективов, которым годик, полтора, два, они вот только-только как бы начали, но они при этом потрясающе интересные. И им кажется, что они делают сейчас уже по максимуму всего того, на что они способны. И поэтому там немножко есть у этих молодых ребят, помимо азарта и помимо жажды, еще есть и уверенность в том, что они круты. Ну, то есть нельзя их имена называть, надо только по определенным псевдонимам. Если вдруг имя проскочило, то это плохо. Все, значит, аудитория от них отвернется. Нельзя ни в коем случае там спрашивать про возраст. Да не дай бог, если кто-то узнает, что ему 22 года, засмеют, что на группу ходить перестанут, ты понимаешь? Ни в коем случае так. Вот это немножко смешно, конечно, но уважать их, уважать это их желание, конечно, приходится. Другое дело, я просто знаю от многих, и это естественно, когда люди существуют уже не один год, лет так через пять-шесть, слушая свои песни пятилетней давности, все ржут дико, мы могли вот это играть? Вот это я? Боже ж упаси, говоришь. Говорит музыкант. Так вот, я по поводу роста. Обращаюсь теперь к вам, как к людям более такого, ну, скажем, осмысленного возраста, имея в виду коллектив. Что вы можете сказать молодым музыкантам, которые полагают, что на начальной стадии они уже делают все по максимуму, и, в общем-то, им расти-то особо больше некуда, просто потому что они и так уже выросли? Ну, мы не рискнем на себя брать такую ответственность, потому что сами себя считаем начинающей группой. Да-то шо? Да, но... Ну, ладно. На самом деле, самое прикольное, и это для себя даже, когда ты открываешь что-то новое и понимаешь, что вот эту вещь ты там можешь сыграть через... или есть куда стремиться. Мне кажется, когда ты останавливаешься и считаешь, что вот ты достиг чего-то, рост может немножко прекратиться. Или совсем. Да, или совсем. Вот. Я ждал. Я ждал, когда все-таки... В глазах видел, что есть желание что-то сказать. Давай, Андрей. Вот, когда музыканты слушают свои записи пятилетней давности и начинается наоборот, боже, как я классно тогда играл. Это плохой сигнал. Вот здесь... Первый звоночек. Первый звоночек, когда нужно задуматься. А правильным ли делом я занимаюсь? И хочу сказать, что, ну, вот, мое желание в группе и мой девиз и на сейчас, и на потом, и навсегда слова одного неоднозначного человека учиться, учиться и учиться. Учиться музыке, учиться быть на сцене, учиться взаимодействовать с разными людьми в разных местах и в разных ситуациях. И группа – это не только музыка, это, ну, это как еще одна семья. Ну, абсолютно верно. У меня с недавних пор появился, ну, у меня много разных внутренних слоганов. Один, на мой взгляд, очень классная фраза, не помню чья, к сожалению, не могу авторства сейчас никакого, ну, не моя, это главное. Делай то, что тебе кажется невозможным. Вот настолько точно и ярко это сказано, когда человек стоит перед выбором и думает, никогда в жизни я этого не смогу. Делай. Ну, обгадишься пару раз, простите за такую лексику, но в конце концов ты будешь точно знать, что ты хотя бы попробовал. Как всегда «Живой звук» в программе «Живые» и мы продолжаем, что будет за песня дальше. Кто тебя выдумал? Митяич, поддержи нас. С утра подсолнуха здесь сегодня. Поехали. Мы ходили в этот город сильные, смелые и стучали по камням каблуки и сапог. В курсе прятались старые глупые, выбегали радостно дети на порог. Мне тебя жаль, кто тебя выдумал такую нелепую, пусть костры с книг горят за окном весна. Мне тебя жаль, кто тебя выдумал недалекую, выходи же на порог, а мне не меня. Съеба улыбалось солнце, доброе и жаркое, из витрин разбитое сыпалось стекло. Бабушки, дедушки, серые скучные, ахли и охли. Им не повезло, мне тебя жаль, кто тебя выдумал такую нелепую, пусть костры с книг горят за окном весна. Мне тебя жаль, кто тебя выдумал недалекую, выходи же на порог, а мне не меня. Субтитры сделал DimaTorzok Так победный марш шли вечные, бодрые и счастливые, светились в белённый глаз. К нам в лобоб бежали дети, светлые, мудрые, с жёлтыми тюльпанами, осыпая нас. Выходи же на порог, а мне меня... Спасибо, друзья. Пожалуйста, друзья. С утра подсолнуха здесь сегодня. Тут, кстати, уже и заявки пошли. Вот, например, Екатерина Устинова пишет, какая прекрасная вещица. Осталось дождаться в ветра в волосах, и вечер удался. Ну, понятное дело, что ваша программа, она своя, вы её как-то там планировали для себя самостоятельно. А вот волос-то нет, поэтому да, поэтому какие могут быть, собственно, ветры в волосах. Посмотрите на Олега внимательно. Ему сейчас легче многих. На самом деле, как кто-то говорил, шампунь не нужен совсем, зато мыло больше уходит. Здесь есть вопросец от товарища Макеевски. Зовут его Роман. Это я сейчас читаю чат на сайте радиостанции. Балалайка, саксофон. А нет ли желания добавить ещё чего-нибудь несовместимого, на первый взгляд? Арфа, клавиши, скрипка. Ну, чтоб наповал всех убить уже. Ситуация такая, что в группе с утра подсолнуха играет какое-то неопределённое количество музыкантов. То есть есть костяк... Неопределённое? Абсолютно. Есть костяк, это ритм-секция, то есть в виде Андрея Капустина и бас-гитары, и Андрея, который... Гитарист? Да, гитарист, да. Чаще всего с нами играет Кришна, а остальные люди, особенно это касается фестивалей, каких-то безумных, безумных, кайфовых мероприятий на шоколадной фабрике, фестивалей и опен-эйров. К нам присоединяются обычно люди, играющие на самых неожиданных инструментах. Вот. Но у нас ещё есть Александр Сомов, который участвует... Этот есть визу. Баян, то есть и флейта, а вот остальные, это на концертах всегда сюрприз, кто к нам вылезет. Кстати, на фотографии вашей стоит девочка с флейтой. Вот я тоже хотел узнать. Девочка. Девочка. Ну, мальчик. Вообще, это мальчик. Если иметь в виду размер примерно второй вот в части той, где у женщины грудь, то это похоже на девочку всё-таки. Вот скажи мне, девочка это или мальчик вот на этой фотографии? Ну, всё-таки девочка, мне кажется. Девушка с флейтой. Может, фотошоп? Вообще, это Владимир Рязанский. Да что ты! Удивительно. Женя нет? Удивительно. Женя говорит, нет, не Рязанский. Но, судя по всему, и Женя, эта девушка тоже мало знакома, как я понимаю. Или всё-таки ты узнаёшь, кто это? Не эта группа. А я тоже подумал. Понятно. Наверное, это что? 46-47. Это короткий номер. Для смс-к ваших сначала пишите свои, делаете пробел, а дальше уже всё, что хотели бы сказать. А кто у вас тогда на флейте играет? У нас играет Владимир Рязанский и небезызвестный в музыкальном андеграунде Юрий Капля. Вот. Казак и мультиинструменталист. Я записал одно слово, чтобы случайно не произнести по-другому. Казак Капля. Это хорошо звучит, очень правильно звучит. По-казацки. Юлия Усова пишет. Казалось бы, совсем не моя музыка. Балалайка, опять же. А нравится. Светлая, яркая, лёгкая, притом не слепящая Марьева, а солнечные блики на волнах. По-моему, хорошая оценка. Евгений Рязанов написал, вот что, ребята, вы молодцы, что участвуете в днях рождениях в ДР-фестах. А, в ДР-фестах, он имеет в виду. В ДР-фестах. Я ещё одно время относительно близко общался с вашей периодической вокалисткой Алиной Романовой. Так что знаю про вас давно, ещё с ПХ. Теперь шифруй, пожалуйста. Что такое ПХ? ПХ – это прекраснейший фестиваль, Пустые холмы, судя по всему. Да, к сожалению. Пустые холмы. У нас был дебют наш в одиннадцатом году. Тогда расшифруй, кто такая Алина Романова. Алина Романова – это прекрасная вокалистка из Гнесинки, которая поучаствовала на половине наших песен в альбоме. Сейчас у неё, кажется, свой проект, да? Все пожали плечами. Ну, то есть потерялись вы с ней уже немножко? Нет. Периодически списываемся, но вот... Не работаете пока. Понял. Александр Кирьянов написал вот что. А у ребят ведь действительно замечательный стиль. Они впишутся куда угодно. Они везде будут уместны. Хоть на большом рок-фестивале, хоть в маленьком клубе, хоть в летнем парке, на сцене ракушки. Александр Сазанов. Мне далеко до любителя подобной музыки. Но вот за окном зима обостряется, а из колонок неожиданной весной повеяло. Даже как-то весело стало. То есть я могу сказать, что несмотря даже на разную вкусицу, ну, люди любят разную музыку, отмечают и позволяют себе люди отмечать, что музыка-то у вас замечательная. Музыка у вас веселящая. Дурманищая в некотором смысле. Чего надо пить? Спасибо, спасибо, друзья. Надо пить. Давайте тогда исполним вот опять с балалачкой. Вернемся к деревенской тематике. Про солдата. Как называется? Про солдата. Так и называется. Я понял. Как всегда, живой звук. В программе «Живые» здесь сегодня с утра подсолнуха. Поехали. Про солдата. Ну, а гитарки надо поменять-то? У нас. Хорошо, а чего ж не предупредили-то? Я бы немножко потянул. Кстати, надо вот что, пока ты там готовишься, надо обязательно сказать, что сегодня за звук, который слышит аудитория своего радио, нужно сказать спасибо Михаилу Шкаренкову, звукорежиссеру программы «Живые». Все нормально, Миша? Все звучит? Ну, теперь давайте, теперь уже поехали. Сделется туман над степной травой, Весело угли трещат. А где-то там вдали, за рекой, Хуторов огни горят. В Васильковой тишине спит солдат и видит сны, Будто не было иметь войны. Сделется туман белой пеленой, Сделется туман белой пеленой, А не так вдохнуть, А не так вдохнуть и до звезд рукой подать. В Васильковой тишине спит солдат и видит сны, Будто не было и нет войны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спит солдат и видит сны, Будто не было и нет войны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все же нет, не покидает меня ощущение, Что есть у вас что-то от вокально-инструментальных ансамблей советской эпохи. Вот убейте меня, есть. Я ловил себя на этой мысли уже полтора часа прошло. Нам осталось 125 минут в эфире быть. Вот все это время ловил себя на мысли, Что что-то неуловимое, То ли вокал, то ли аржировки, то ли все вместе, Напоминает мне в хорошем смысле. То песниров напоминает, то и росли напоминает, То еще что-то, что было в нашем детстве с нами. Я сейчас говорю о людях своего поколения, Ну, тем, кому чуть больше 18. Это было тогда, когда другой-то музыки и не было. Это сознательная история, Или оно так вышло, просто получилось так? Наверное, это подсознательная скорее, Потому что если вспоминать свое детство, Как раз вот я помню, у меня постоянно в квартире Папа крутил миллионы пластинок, Песниров, самоцветов. И я безумно до сих пор вот эту мелодичность обожаю. Это очень красивая музыка. Особенно песниры. Очень красивая музыка, да. И слава богу, что она жива. И слава богу, что если не впрямую, То косвенно вы, в общем, как-то продолжаете Немножко эту линию музыкальную. Не знаю, насколько это оправдано сейчас, Насколько вам приятно это слышать, Но это правда. Звучит это именно так. По крайней мере, меня это не напрягает, Мне это нравится. Хотя вы вносите в это, конечно, совершенно что-то новое, Необычное. Чего-то все загрустили. Круто. Я не пойму реакцию сейчас. Я не понимаю. Не-не-не, наоборот, хорошо, прекрасно. На самом деле, Те же самые эмоции. Если бы я сказал, что вы мне напоминаете чем-то. Он все время выручает в сложных ситуациях. Вспомнил интересный момент по поводу предыдущей песни. И как раз связь с музыкой предыдущих поколений. Звукорежиссер, который записывал с нами эту песню, Он вдруг сказал, Ребята, за эту песню в застойное время Вы бы каждый получили по квартире. Он, конечно, погорячился, Но приблизительно в том, что... Ну, одну на всех вы могли бы, вполне себе. Одну комнату. За патриотичность. Нет, вполне себе. Очень красивая вещь вообще, в принципе. И теперь я понимаю точно, С чем это ассоциируется у меня. Вот действительно, с той самой эпохой, Когда к музыке относились... Когда давали квартиры. Да, и квартиры тоже. Между прочим. Хороший автор, Тот песни, которого... Сейчас говорят, авторское право. Авторское право в Союзе не было. Фиг вам. Между прочим, композиторы в советское время, Авторы текстов... Антонов. Авторы тек... Не только Антонов. Авторы текстов и музыки Получали очень приличные гонорары. Между прочим. Тогда авторское право-то Очень хорошо защищалось. Но они не могли На примере того же Антонова потратить. То есть, по его воспоминаниям, как бы... Это уже второй вопрос. Я сейчас говорю о том, Что они так и получали. А уж потратить это... Зато теперь можно бы. В наше время... Так они сгорели. Ну, можно было бы, я говорю. Если бы это было настроено Так же, как было настроено раньше. А теперь авторское общество Себе зарабатывает. И поэтому мы с ним не сотрудничаем. Потому что я считаю, Что, в общем, что кормить вора? Впрямую об этом говорю. Потому что люди, которые должны получать большие деньги И чьи песни крутятся везде и всюду, Получают три копейки. И поэтому ходят потом удивленные. А зачем? Кто тогда защищает мои права? Спрашивают они. Ну, это отдельная тема. Ее можно развивать, конечно, долго. Бесконечно. Ничего. Прокуратура разберется. Там сейчас... А это правда? Авторское общество сейчас как-то очень хорошо И крепко проверяется. На них села прокуратура. И правильно пришло время, Как мне кажется, Разобраться в этих вопросах. Так, солдат прекрасен. Да, пишет Роман Ломов. Прекрасен. Вы наши самые-самые-самые. Спасибо за ваше творчество. Евгения Некрасова написала. Ну, то есть, что вы их... Ну, круто. Самые-самые... Спасибо. Кстати, кто ваша аудитория? Просто мне интересно, Кого вы видите, Как говорят в театре, Сквозь свет софитов в зрительном зале? Это люди, скажем, среднего возраста, постарше. Это женщины-мужчины, девочки-мальчики, Дети, не знаю, пенсионеры. Ну, кто? Самое удивительное, Что на концертах часто, Ну, если соответствующий клуб, И атмосфера бывают, Начиная с пяти лет, И заканчивая таким преклонным возрастом. То есть, совершенно разноплановая аудитория, Я так понимаю. Да, потому что песни, как бы, ну, На разных рассчитаны, На разную аудиторию. То есть, хайром никто не машет или машет? Есть и такие песни. Есть и такие песни, Под которые легко махать хайром. Да. Они у нас, по-моему, сегодня не в программе. Они у нас не в программе сегодня. А жалко, а чего так? А можете показать сейчас вне программы? Если только, может быть, Мы потом до нее дойдем, Это достало, Это... А нет, это... Перезимуем, перезимуем там. А, кстати, перезимуем просили, между прочим. А давайте попробуем, может быть, Вот сейчас перезимуем. Я, конечно, вмешиваюсь в ваш плейлист, Но это уже сейчас вдруг возникло, По ходу разговора. Хотелось бы, чтобы люди услышали песню, Под которую можно хайром помахать, правильно? Тем патч перезимуем просили, между прочим. Я помню, такая заявка была. Ох, давно мы ее не играем, попробуем. Ну, я-то вспомнил о городе. Ну, надо же сказать. А ты сможешь? Сможешь? Да куда? Ну, конечно, сможет. Ну, как же. Это же заявка не моя, на самом деле. Воспользуюсь тогда я. Это тебе вообще. Я тогда на память один. Не один, можешь больше взять. Оно же там не зря стоит. Или сразу стойку. Это сейчас мы говорим о медиаторах, Которые, то есть, в студии от Guitar Pix. Guitar Pix делает замечательные именные медиаторы. Кстати, обращайтесь в эту компанию, Если вдруг у вас есть такая необходимость. Готовы? Да. Как всегда живы в программе? Мы живы здесь сегодня с утра подсолнуха. Погнали. За счет. Я скучал, и ты скучала. Вот он долгожданный хэппи-энд. Агресса, пароли, явки, нафиг все закрыто. Лавка. Я вернулся, чтоб сказать тебе. Перезимуем, погода лютует. Ни к чему тормоза, и ни шагу назад, Мы как Бонни Клай. Как дела? Привет, родная, радость сердце разрывает. Мы не виделись почти сто лет. Сори, виноват, я знаю, все будет круто, обещаю. Залезай скорей под теплый плед. Перезимуя, погода лютует. Ни к чему тормоза, и ни шагу назад. Мы как Бонни Клай. Погода лютует. Ни к чему тормоза, и ни шагу назад. Мы как Бонни Клай. Перезимуя. Ни к чему тормоза, и ни шагу назад. Мы как Бонни Клай. Ну вот, нормаленько так. В далее жизни. Я теперь понимаю, почему кое-кто, я не помню кто, но кто-то просил именно эту песню. Для того, чтобы, видимо, показать со всех сторон и разными гранями коллектив с утра подсолнуха. Говоря о том, что эта группа умеет играть разную музыку. И драйвовую музыку, и нежную, и добрую. И музыку совсем уж, совсем уж такую, почти народную практически. Вот смотрите, какая штука. У нас часто, ну, как минимум в России я с этим сталкиваюсь постоянно, на каждом шагу. Если группа играет, все что угодно может играть коллектив, но вдруг послышалась флейта. И слушатель говорит, все, фолк. Думаешь, ну, с чего ты вдруг? Потом вдруг неожиданно в каком-то из пассажей, такая резкая классная гитара, а на ее фоне балалайка. Все, фолк, это фолк, все. Объясните мне, пожалуйста, вот что вы думаете по этому, почему такая странная стереотипизация? Именно в России так происходит, потому что на Западе люди вообще не делят музыку по жанрам. Они совершенно нормально относятся к тому, что играет даже поп-музыка, если она качественная. Ну, есть, мне кажется, привязка к каким-то составам. Ну, то есть, если вот, допустим, поп-ансамбль, у него есть там гитара, клавиши, барабаны, бас, или вообще одни клавиши. Так. Вот, если фолк, это тоже какой-то определенный набор инструментов. Мне кажется, у людей просто вот так сложилось стереотипное мышление. Вот как с этим стереотипным мышлением бороться? Давай, 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 Андрей рвется к эфиру. Давай, как бороться с этим? Очень просто. Сами музыканты должны воспитывать зрителя. Вот простой пример. Если вы слушаете того же Архиповского. Замечательно. Это далеко уже не фолк. Конечно. Если вы послушаете Дмитрия Ульянова, я вас уверяю, вы услышите в его блалайке далеко не только фолк. И музыкант должен доказать сам своим инструментом. То, что он играет, не находится в каких-то одних рамках. Но хотя, надо к слову сказать, что некоторые музыканты в рамках совершенно одного жанра вытворяют чудеса. Это правда. Вот. Это правда. Поэтому я не считаю, что это что-то обидное и плохое, даже если зрители... Не-не-не, я не об обидности, я сейчас говорю немножко о другом. Вот если вспомнить юность, ну, свою, ту юность, когда происходило становление, в музыкальном смысле тоже. В подростковом возрасте встречаются незнакомые люди друг с другом. Ну, где-нибудь на какой-то из тусовок, например. Как Коля и Вася, например. Говорят, Коль, ты что слушаешь? Он говорит, хип-хоп слушаем. Говорят, все, все, чувак, извини, мы с тобой дружить не можем, говорит Вася, потому что он слушает рок. Коль, ты что? Рок. Все, они сошлись. Вот на этой почве, на почве музыкальных пристрастий, очень часто скраивались какие-то отношения. Я не знаю, как сейчас, потому что уже подростковый возраст давно прошел, но кажется мне, что и есть такие сейчас отблески этого тоже, потому что люди собираются в кучке или там, скажем, начинают дружить, общаться друг с дружкой, когда у них есть какой-то, ну, хоть какой-то общий интерес, хотя бы в музыке, потому что других общих интересов. Или игра в танки, например. О, это сейчас такая модная история. В танки играешь, все, все, свой. Потрясающая штука. Но когда человек настолько, ну, пускай даже не стереотипно мыслит, пускай он ищет какие-то для себя ответы на кучу вопросов, но вдруг он обнаруживает какой-то непонятный инструмент в традиционной музыкальной компоновке какой-то истории, он пытается найти этому объяснение, да? И не может его найти, скорее всего. Ну, зачем, к примеру, ну, давайте вспомним, ну, я не знаю, кого вспомнить, ну, давайте Короля Ишота вспомним, да? Говорят, это панк, на мой взгляд, это арт-рок чистейшей воды, но пусть это будет панк-рок, как хотят, так пускай это и определяют. Очень часто ведь использовали и флейту, и там даже, между прочим, и духовые, я слышал в каких-то вещах, и, между прочим, даже и струнные инструменты. И почему-то при этом люди не говорили, что они стали фолком. Как только появляется другой коллектив, менее известный, менее известный, а у вокалистки или у вокалиста есть нотки, ну, такие а-ля фолковый, открытый голос, скажем так. При этом не важно, что группа играет. Убеждать человека бесполезно, он говорит фолк и все. Я сейчас почему на фолк именно припираю, дело не в фолке, я сейчас говорю о том, как люди относятся к делению музыки на жанры и почему это происходит. Мы пытаемся с этим как-то бороться, но вот нашими силами, как можем. Как должны с этим бороться музыканты, я уже услышал. Просто должен доказывать своим музыкальным инструментам, что этот инструмент умеет вытворять многие вещи. Вот вы в данном случае, как мне кажется, очень хороший пример для людей со стереотипным мышлением. У вас есть и балалайка, у вас есть и саксофон, я знаю, что у вас есть и флейта, мы уже об этом говорили, есть нормальная гитара, причем с хорошими даже такими ракешными рифами, вполне себе серьезными, есть и бас. Вы как раз и ломаете эти стереотипы. Это я вам так далеко и ведь долго, да, и ведь и вата пытался комплимент сделать. Ну, топорно получилось, конечно. Но как вышло, уже извините. Спасибо. Давайте дальше пить. Что это будет? Вот как раз песня, про которую мы говорили, которую мы играем обычно на Дерфестах на всех, «Достало» называется. Она никак не привязана к вчерашней пресс-конференции. Хорошая оговорка. Я не очень понял, о какой пресс-конференции... А-а-а! Теперь я понял, о какой пресс-конференции речь. Как всегда, живой звук. Стол предо мной, взгляд за стеной, Скоро отправят домой. Я весь день на ногах, ущемленный в правах, И уж месяц сижу на бобах. А под рукой бутылка дряни, Шмальнуть ем, пить так тому, кто пьет коньяк напротив. Как это всё меня уже достало, Так это всё меня уже достало. Расскажи, дружок мой, Вова, Отчего мне так хреново? Там, где живу, как на плоту, Места себе не найду. Рядом со мной, в коморке одной, Тот, у кого геморрой. А то, что рядышком в постели, Ещё надеется на принца, дура, Столько лет уж как. Это всё меня уже достало, Так это всё меня уже достало. Расскажи, дружок мой, Вова, Отчего мне так хреново? Что б я имел, если б не пел, Наверно, курил бы, помал. Так как же здесь жить, если не пить, Наверно, удастся забыть. Что б другой бутылка дряни, Шмальнуть ем, пить так тому, кто пьет коньяк напротив. Как это всё меня уже достало, Так это всё меня уже достало. Расскажи, дружок мой, Вова, Отчего мне так хреново? А под рукой бутылка дряни, Шмальнуть ем, пить так тому, кто пьет коньяк напротив. Как это всё меня уже достало, Так это всё меня уже достало. Расскажи, дружок мой, Вова, Отчего мне так хреново? Спасибо за правильную рифму. Времени у нас осталось, к сожалению, ну совсем мало, на одну песню. Ну, может быть, на две, если мы меньше будем говорить и немножко больше играть. Но я смотрю, ты как-то петь не очень любишь, показываешь мне одну. Почему? Вот переболел только что и вот буквально забыл свой лекарство. То есть уже голос подсел. Тяжело, да? Ну, хорошо, всё, я услышал, это аргумент. Давайте будем болтать и закончим песню. Кстати, скажите сразу, сколько песни по хронометражу? Минут три? Да, три минуты, последняя песня, её бы хотели тоже адресовать. Подожди, подожди, мы адресуем позже немножко, мы пока что ещё не поём. Я так для себя, чтобы пометочку поставить, когда уже надо будет переходить на песню, потому что хочется закончить программу песни. А пока у нас время на поговорить остаётся. Немножко, но всё же остаётся. От вашей музыки мне клёво, пишет Александр Баджин, например. Моя любимая песня «Попадает в настроение» Екатерина Ульянова. Что касаемо поклонников, вы как с поклонниками-то общаетесь, например, ВКонтакте? Или вы закрытые? Или вы позволяете себе несколько, может быть, минут в день уделить общению со своими слушателями? Мы с нашими слушателями постоянно видимся на концертах, постоянно какие-то у нас проходят встречи, в том числе на шоколадной фабрике, на фестивалях. С аудиторией. Да, и позволяем себе как-то расслабиться. Ну, это нормально, это нормально. Но я сейчас имел в виду как раз общение не только личного характера, но общение вот так через сети, например. Отвечаете ли вы на вопросы своей публике, которые они вам задают? Или вы закрытое сообщество? Нет-нет-нет, мы обычно общаемся, то есть обычно это просьба выложить какие-то тексты с аккордами. Спасибо тебе за слово текста, а не текста. Спасибо, русский язык великий, могучий. Так. Вот, какие-то просьбы выслать песенки, альбомы, залить куда-нибудь. Вот обычно мы всегда с удовольствием идем на встречи. Вы, кстати, как относитесь к тому, что песни ваши качают бесплатно? Однозначно положительно, положительно. Чем дальше, тем больше таких музыкантов, и слава богу. Ну, в принципе, вы же понимаете, что альбомы, на них зарабатывать сейчас невозможно, это как некая визитка такая, которую можно подарить. Или, может быть, попытаться продать за Йошеву на концерте. Ну, потому что сейчас на этом, по мне кажется, не заработаешь ничего. Нет. Чего? Олег вообще не любит продавать диски. Да, я вот из всего нашего тиража уже двух альбомов обычно на фестивалях подходят люди и вот как-то пытаются купить. Но вот, видимо, из нас с Андреем плохие коммерсанты. Мы обычно дарим и открещиваемся от каких-то финансовых... Ну, правильно, люди же уже пришли на концерты, они же заплатили уже за билет. Да. Чего тогда их... Более того, мы стараемся делать концерты в тех клубах, которые... Ну, какую-то гарантию могут заплатить музыканту и обеспечить бесплатный вход для слушателей. Круто. Да. Круто. Давай напомним про концерт еще раз. Надо, чтобы это услышали. 16 января небезызвестный всем Евгений Сабельфельд и Шоколадная фабрика организует концерт, посвященный Всемирному дню Битлз, где будут прекрасные музыканты, по слухам, Пиковский. По слухам? Да, нет, я просто не знаю, вот, но... Уже не тоже слухи пока что. Пока не точной информации. Вот, да, пока еще в процессе, вот, ну... Но концерт будет хорошим, я уверен. Прекрасная музыка. Будут всевозможные прекрасные хедлайнеры, да. Именно, именно с утра подсолнуха всевозможный хедлайнер будет в этом мероприятии. Два раза сыграть. Одни и те же песни. Есть сообщение, от которого я не могу откреститься, не могу его не зачитать. Меня немножко удивляет год, ну, скажем, год рождения, возможно. Но, тем не менее, не могу пройти мимо. Передайте привет Кришне от бабушки. Подпись Рама 1996. Если бабушка 96-го года рождения, ну, в общем, несколько странным получается вся эта история, объясни мне, пожалуйста, кто это подписывает с таким ником? Я полагаю, бабушка просто воспользовалась аккаунтом моего брата. Его зовут Рама, и недавно... Какая продвинутая бабушка. Недавно взломала его. Недавно он вернулся из армии. Вот, я ему тоже передаю привет. Рама служил в армии. Это прекрасно. Нет, это круто. Я сейчас тоже замер в ожидании каких-то собственных мыслей. Они не пришли. Ну, замечательно, Рама. А как бабушку-то зовут? Удиви. Нелли Михайловна. Ну, вот удивил. Бабушка Нелли Михайловна. Бабушка, привет огромный от всех нас. Спасибо, что слушаете. Ребятки, ну, что сказать. Времени у нас с вами осталось, ну, практически не осталось вовсе. Спасибо за то, что вы были здесь. Ну, и находитесь пока здесь. Спасибо, что вы сыграли в программе «Живые». Я всегда говорю, что программа «Живые». Отбор в нее проводится весьма и весьма трепетно. Поэтому здесь не появляются случайные музыканты, случайные коллективы. Здесь исключительно то, что нам кажется интересным. Кому-то да, кому-то нет. Это дело вкуса. Но точно могу сказать, что у вас наверняка сегодня должна появиться еще и новая аудитория, чему мы были бы дико, дико рады и хотели бы, чтобы этой аудитории становилось у вас все больше и больше. А вот теперь предыстория к песне, которую вы споете последней сегодня. Да. Мы хотели эту песню адресовать небезызвестному, который тоже в интервью его было на своем радио, Сергей Добрер. У него сегодня день рождения. Вау. Давайте даже поаплодируем. От всей души поздравляем с днем рождения и также всех, у кого сегодня в этот день он вот, потому что есть у меня друзья как раз. Есть люди, у которых день рождения один раз в четыре года? Да. Это ты? Да. 29 февраля? Да, как раз. Как же ты, извини, конечно, отвлекаюсь, добрый рук, привет огромный. Тем не менее, как ты отмечаешь день рождения, если он у тебя 29 февраля? Один раз в четыре года реально? Нет. Нет, нет, нет. А какого числа? Каждый год. Какого числа? Два раза в год. Какого числа? Обычно это начинается с 28-го и продолжается, ну, как обычно друзья вот, то есть прекращают приходить. То есть, нет, я правда не знаю. То есть, условно говоря, 1 марта это тоже день твоего рождения? Получается, что да. Вот так. У человека два дня рождения. Или ни одного. Как к этому относиться? Один раз за четыре года 29 февраля и трижды 1 марта. Спасибо, братцы. Спасибо за то, что вы сегодня здесь показались. Это здорово. И я уверен, что сегодняшний вечер для многих прошел не зря. А вечер-то был пятничный. С хорошими у вас выходными хотелось бы поздравить, потому что они наверняка должны быть хорошими. До понедельника прощаемся. А с утра подсолнуха заканчивает сегодня свою музыкальную программу. Всем пока. Погнали. А теперь день рождения. Что случилось? Неправильная прошла. По списку другая песня. Неправильная информация, да, прошла. Спрашивал же. Да, говорит, да. Ну, то есть ты начал играть не то, что они хотели. Да. Сначала хотели они это. А потом меня просто не сообщили. Живой звук, ребятки. Ну что, всякое бывает. Все бывает. Нормально. Готовы теперь уже? Ёж попрощался? Ну, давайте еще раз попрощаемся. До понедельника всем. Погнали. Пока. Я иду куда-то налегке. Банка с кок-колою в руке. Просто улыбаюсь без причин. Мозг не проникает в никотин. Встречный расступается народ. Думает, наверное, идиот. Да, сегодня у меня, сегодня у меня Мой самый лучший день рождения. Пусть придут мои друзья, накатим мы слегка. Плевать, ведь завтра воскресенье. Я иду куда-то налегке. Солнце отражается в реке. Струны на гитаре подтяну. И не уснут соседи, не уснут. Время есть и есть куда пойти. Дальше рифму в строчке не найти. Да, сегодня у меня, сегодня у меня Мой самый лучший день рождения. Пусть придут мои друзья, накатим мы слегка. Плевать, ведь завтра воскресенье. Встречный расступается народ. Думает, наверное, идиот. Да, сегодня у меня, сегодня у меня Мой самый лучший день рождения. Пусть придут мои друзья, накатим мы слегка. Плевать, ведь завтра воскресенье. Да, сегодня у меня, сегодня у меня Мой самый лучший день рождения. А пусть придут мои друзья, накатят мы слегка Плевать, спится в кровь в окресенье Да! С днём рождения! С днём рождения!